Друзья, вот каждый из нас, каждый человек не является беспристрастным созерцателем того, чего вокруг него. Мы всегда имеем свое суждение и создаем в своей лимбической системе ту или иную эмоцию. Мы сами создаем свое поведение, и это поведение, оно без видимой причины может срываться. Мы можем обижаться, несправедливо обижаться на ближних или несправедливо обижаться на погоду. Наверное, вот это и говорит о том, что ваш эмоциональный интеллект не очень установлен. Потому что вы подвержены очень быстрым сменам настроения. У вас посещает чувство тоски, какое-то беспросветное, никчемное существование захватывает ваш неокортекс. Ведь у многих людей в силу обстоятельств расшатаны нервы, близко слезы, вы раздражительны по пустякам. Все вокруг вас не устраивает. Вы не можете успокоиться. Вот переживаете. И потеряли внутренний комфорт. Вот эти все и есть причины нарушения душевного эмоционального интеллекта. Ну, вас, конечно, захватывают прагматические желания. Но негативные чувства, негативные прогнозы, посторонние мысли, какие-то мелкие дела, заботы, они вызывают усталость. Возникает какая-то обида на себя, на людей. У вас появляется раздражение и страх. И это состояние держится долгое время. И оно приводит к неврозу. Я знаю это. А спустя какое-то время, к более серьезным расстройствам, я это называю, и психологи называют, психосоматическими заболеваниями. Депрессия. Потому что беспокойство по поводу отношения окружающих к вам, вас к реальному миру, это все затрагивает сферу чувств и эмоций человека. Общество давит на вас какими-то своими условностями. Заставляет жить по каким-то своим законам, фреймам. И подавляет многие естественные инстинкты и чувства человека. Я бы сказал, даже отрицательно действует на его психику. Вы скажете, что, Юрий Николаевич, вы пропагандируете вседозволенность? Да не вседозволенность. Посмотрите, как мамы дергают своих детей за руку. Не дергайся, не сиди тихо, не крутись, а то дядька захватит, мельционер придет. Вот они. Это ограничение свободы, свободы воли, свободы психологического пространства. И вот вы скованы этими сомнительными условностями, ваши эмоции подавлены, вот этим ложными установками не крутись, вы превращаетесь в каких-то роботов. Вы стали неестественны, вы оторвались от этой природы и совершенно забыли, как себя вести и радоваться этим птичкам. И вам уже некомфортно в этой жизни. И вот человека начинают одолевать тягостные мысли. Ему страшно показаться слабым, несовершенным. Он боится самому себе признаться, самому себе признаться в каких-то совершенных ошибках. Замыкается, ну, падает во все тяжкие. Ведь мы зависим от мнения окружающих. А негативная оценка друзей, вы сами себя замыкаете, друзья негативно или коллеги к вам начинают относиться, и это деморализует вас. Выбивает вас из нормального, качественного образа жизни. Делают вас замкнутыми, боязливыми, ну, какими-то вроде бы осторожными, но не в меру осторожными. И человек вот этот чувствует свою незащищенность, какую-то неполноценность. И вот с такими грустными мыслями ему приходится жить дальше, забивая голову все больше и больше отрицательными эмоциями. И у него отсутствие вкуса к жизни. И вот он бегает по этому замкнутому кругу каких-то обязательств. Я говорю часто надуманных, ненужных. И он не реализуется. И он становится заложником вот этих своих мыслей, фантомных иллюзий. И это все отражается на его психологическом состоянии. И вот нам нужно прежде всего разомкнуть эту цепочку. Для этого мы начнем развивать свой эмоциональный интеллект. Первое, что займемся психологическим постом. Вот это суету, погоня за какими-то призраками. Вы просто перестаньте бегать по кругу этого замкнутого ареала, замкнутого круга. Оторвитесь от этих, вроде бы вам казавшихся, важных забот. Давайте займемся вот просто эмоциональным интеллектом. Потренируемся некоторое время. И вы, отодвигаясь сейчас жизненные трудности, заботы, начнете создавать в своей лимбической системе другую осознанность реального мира. Вы начнете искать другой путь реализации своих эмоций. Посмотрите на себя со стороны. Осознаете, в конце концов, что происходило с вами. Увидите свои ошибки, просчеты. Поймете, что неадекватно оценивали окружающую действительность людей, которые вас окружали. И когда мы пройдем этот тренинг по эмоциональному интеллекту, вы придете к новому сценарию жизни. К написанию своей судьбы. Вот давайте вспомним, что мы ведь дети природы. А значит, должны быть естественны, как дети, выражение своих чувств и всхлынувших эмоций. Мы этому и будем учиться на наших занятиях. Вспомним, как естественно ведут себя дети, когда мотают ногами, кричат, громко разговаривают, а им по затылку не болтай, не ори. И вот мы сейчас должны некоторое время повести себя с неподдельными чувствами, выражать свои эмоции раскованно. Поймите, вот почему детский смех так заразителен и так непереносимых плач. Включайтесь в тренинг эмоционального интеллекта. Напишите, я вам дам этот файл, который вы можете скачать из Яндекс.Облака. Там и даны примеры, даны упражнения, даны ролики. И всего 400 рублей. Скачали файл, но заниматься нужно вам самим. Занятия несложные, интересные, но недели 3-4 минимум, как минимум 21 день.